15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Библиотека номер 7 посёлка Маймаксанского лесного порта предлагает вашему вниманию видеопрезентацию «Жил такой парень», посвящённую участнику боевых действий в Афганистане Калачикову Виктору Юрьевичу. Именно 15 февраля в 1989 году последние подразделения ограниченного контингента советских войск вернулись на родину из Афганистана, где в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о 15 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны. Среди них и наш земляк Калачиков Виктор Юрьевич. Появился на свет мальчик Витя красную дату календаря на Октябрьске 8 ноября 1962 года в рабочей семье Калачиковых Юрия Александровича и Марии Ивановны. Из воспоминаний матери Сыночка рос, как и все его ровесники, послушным, общительным, сдержанным. В школе у него было много друзей, некогда было скучать. Дом всегда был полон друзей. Любимое занятие – рыбная ловля. А любил на досуге почитать фантастику. Жизнь у многих пацанов с Архангельской окраины протекала в основном по одному и тому же сценарию. С ранних лет привычные к труду, предпочитающие всем другим увлечениям дворовые игры, они и в школе буквально преображались на уроках, связанных именно с этим. Витя ничем не отличался от сверстников. В средней школе номер 54, где Калачиков учился до последнего класса, его любимыми предметами были физкультура и трудовое обучение. Хотя парень он был боевой, в свидетельстве об окончании восьмилетки отмечено, что поведением он отличался примерным. Не изменил своим пристрастием Виктор и после поступления в профессиональное техническое училище номер 25. Там он не только получил аттестат зрелости и обучился рабочей профессии. Юноша с азартом включился во все сколько-нибудь значимые соревнования, стараясь добиться в них высоких результатов. Если уж сдавать нормы комплекса ГТО, то только на золотой значок. Если участвовать в областной военно-патриотической игре «Орленок» среди профтехучилищ, то обязательно дойти вместе с командой до финала и победить. Да, Виктор очень любил спортивные соревнования. И вот после трёхлетнего обучения новоиспечённый дипломированный специалист был принят автослесарем в автоколонну номер 25. Правда, проработать ему здесь пришлось совсем недолго – два неполных осенних месяца – сентябрь и октябрь, потому что 25 октября 1981 года Соломбальский военный комиссариат призвал архангела Городца на срочную службу. Первые свои впечатления об армии новобранец получил под Ленинградом. В школе молодого бойца ветеран мирной игры «Орленок» окончательно обтесался от военнослужащего. Бывший автослесарь часами зубрил уставы, в одной колонии со служивцами чеканил шаг на плацу, изучал тонкости пограничной службы и различные виды оружия, делая упор на те из них, что стреляют крупнокалиберными снарядами. Да, специализировался выпускник на гранатометах и минометах. В этом качестве воин и пригодился в частях погранвойск. Базировались они в Средней Азии. Адрес последнего места пребывания – город Керки, Туркменской ССР. Подразделения пограничных войск одними из первых стали участниками боевых действий на территории Афганистана. Сейчас трудно сказать, сколько операций было на счету Северянина с января 1982 по январь 1983 года. Известно лишь, что последнее задание пришлось на 18 число. Для Виктора оно стало последним во всех отношениях. Рядовой минометчик Калачиков Виктор Юрьевич погиб при проведении операции по освобождению советских специалистов, захваченных в Мазари-шерифе. Из воспоминаний Шатковского Владимира, проходившего службу в минометном взводе. Что касается Калачикова Вити, то он служил в первом расчете минвзвода у Виталика Трофимова. Это произошло 18 января. Все ребята на нашей позиции уже закончили прием пищи, и мы стали копать второй окоп рядом с минометным окопом. Внезапно со стороны кишлака прозвучал выстрел. Это был выстрел миномета. Взрыв прозвучал в непосредственной близости от Виктора. Ваш сын погиб в бою с бангруппой при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан, проявив при этом мужество и отвагу, написали родителям Калачикова командир части подполковник Базалеев и начальник политоотдела майор Кириенков. Он обладал высокими морально-политическими качествами, показал личный пример выполнения воинского долга. Да, это лишь казенные слова извещения о смерти, но за ними для матери стоит живое лицо сына, ставшего героем на необъявленной войне. Чем можно искупить такую вину? Такую потерю восполнить ничем невозможно, разве что маленькой Толикой, памятью о человеке. В родной школе номер 54 и в родном ПТУ, теперь уже техническом лицее номер 25, открыты мемориальные доски памяти. Оформлены стенды в честь Виктора Калачикова. А на моем Оксанское кладбище к могиле Виктора, посмертно награжденного Орденом Красной Звезды, частенько приходят его друзья, собратья по оружию, родные. Сегодня мы отдаем дань памяти солдатам и офицерам, всем тем, кто до конца остался верен своей клятве. Эта память нужна нам, ныне живущим и грядущим поколениям. Нельзя забывать ни той войны, ни тех, кто служил там, не щадя ни здоровья, ни жизни. Субтитры создавал DimaTorzok